С оружием у нас как обращаться нужно? Осторожно, придите, не заживайте. Осторожно, не направлять куб до оружия нельзя. На человека, на человека, на животных. Повторив основные правила техники безопасности, ребята приступают к практическому занятию – стрельбе по мишени из пневматической винтовки. Цели выбить десятку, говорит инструктор Василий Попов, перед его воспитанниками не стоит. Сейчас важно научить их правильно и безопасно обращаться с оружием. Мы ознакомились со всеми видами оружия пневматического, которое у нас есть в наличии. Научились целиться с этого оружия, с винтовок пневматических, как правильно держать ее, как правильно нажимать на спусковые крючки, как целиться правильно, дышать даже. Это очень много, большая такая подготовка идет, прежде чем начать стрелять. Потом мы с ребятами учились просто по белому листочку стрелять, правильно целиться уже на практике, как это у нас происходит. Потом уже просто в кружочек старались попадать. Сегодня у нас первое занятие, мы стреляем по мишени. Егор Неловкин на занятия в клуб «Пластун» записался сразу, как узнал о наборе. Винтовку освоил быстро, говорит ничего сложного. Уверен, навык стрельбы ему пригодится в будущем, когда пойдет служить в армию. Мы входим в стрелковый клуб для того, чтобы научиться стрелять, потому что в армии тоже мы будем стрелять, и чтобы лучше выучиться стрелять. Нравится, конечно. Обращаться с оружием надо, конечно, внимательно, не направить человека в животного и так далее. Пять выстрелов инструктор оценивает результат. У многих для первого раза он оказывается очень даже неплохим. Молодец, молодец. Что у нас тут? Трюрочка, трюрочка и девяточка, да? Можно сказать, даже десяточку. Хорошо. Две четверки и одна единица. Две четверочки и единичка, да? И одну единичка. Поповнимательно. Сюда, да, целился? По черной трюрочке? Хорошо. Хорошо. Семен Морозов из семьи потомственных казаков не понаслышке знает, как много значит военная служба для казака. Это всегда было и остается делом чести и долга. Я потомственный казак и моя семья чтит традиции казачества. И я сам со своими друзьями захотел вступить в юнормию, потому что это большая честь для меня. Я буду защищать родину и служить ей верно. Казачество всегда было в первых рядах по защите отечества, в рубеже отечества. Поэтому стараюсь привить это молодым казачатам. Я хотел бы, чтобы их было намного больше. А про это они себя, конечно, про это. Они уже себя проявляют. Они принимают участие. Сейчас вот мы открыли стрелковый тир, стрелковую секцию. Все эти ребята члены этой секции. Плюс еще секция рукопашного боя. У нас тоже молодежь. Кстати, они неоднократно занимали призовые места уже на соревнованиях. Как отметил городской атаман, влившись в ряды юнормейцев, казачата расширят свои горизонты, приумножат знания по истории отечества. Их будут привлекать к поисковым работам и к общероссийским патриотическим акциям. Мария Клокова, Миха Каракелян. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова